Здравствуйте, Наталья. Рад Вас видеть. Пожалуйста, Ваши вопросы. Здравствуйте, Хосай Магомедович. Я сегодня от лица всех родителей задаваю Вам вопросы относительно наших деток. Сейчас очень много вопросов в обучении, сложные программы. Меня интересует в первую очередь 9, 10, 11 класс, потому что ЕГЭ и ОГЭ эти. Хочется помочь детям, в общем. С какого возраста можно использовать метод-ключ и противопоказания какие? Противопоказания и для детей, и для всех людей одни. Психически больные люди. Им нельзя применять метод-ключ и обучать их. Может только врач, который их ведет, который при этом обучен как специалист по методу ключ. Всем остальным людям, ровно так же, как медитации, аутотренингу, приемам релаксации, всем остальным людям можно заниматься методом ключа. Без вреда для себя, а наоборот, с пользой. Семи лет, да? Семи лет можно заниматься. Хотя дети сами применяют инстинктивно эти ключевые действия, они и шелтай-болтай делают, и ногой трясут, и сами трясутся, и много чего делают. Из чего, собственно говоря, и созданы приемы ключа. И каждый человек подбирает для себя именно те действия, которые полностью с ним согласуются. Как ботинки по размеру. То есть по критерию максимальной простоты и комфортности. Перебирая разные действия, которые ему предлагаются, он выбирает то, что ему наиболее просто и приятно. Которое хочется продолжать. И ни в коем случае не делает через насилие над собой. Потому что это не физкультура, а синхро-гимнастика. То есть действия синхронные к текущему индивидуальному состоянию. А в процессе он стремится к удовольствию, да? Вот мы взрослые делаем. Он снимает напряжение, снимает нервно-мышечные зажимы и выходит на состояние облегчения. У него появляется состояние в зависимости от исходного состояния. Если не спал, у него появится сомливость. Если он давно не плакал, у него пойдут слезы. Или он начнет зевать. А если он выспавшийся в нормальном состоянии, ребенок или учителя, или родители, то он просто снимает зажимы перед какой-то деятельностью. Ну, например, дети перед ЭГЭтом или перед другими экзаменами или при полете на самолете. Если кто боится, он делает эти упражнения и при этом думает не о том, как их правильно делать, а при этом думает о том, что его волнует. Например, если он к ЭГЭ готовится, значит, он делает эти упражнения. Например, хлёстом, например, шалтай-болтай, например, плавательные движения или тряску. Он в это время думает о том, как он будет сдавать экзамен. А если он на уроке чувствует такое напряжение, он может каким-то образом использовать эти методы? Для этого нужно предварительно несколько раз сделать это дома, не на уроке, а в свободное, удобное время, чтобы выработать навыки. Потому что кто же ему позволит на уроке или на экзамене? Это будет выглядеть нелепо. И его отправят к психиатру на обследование. Поэтому нужно это делать дома, как предварительная, антистрессовая подготовка. Предварительную подготовку, превентивную. Допустим, он несколько вечеров или днём, когда ему удобно, пять минут потратит на то, что думает о том, что его волнует и снимает нервно-мышленные зажимы. При этом у него вырабатывается навык, и потом он сидит на уроке, если у него повысилось напряжение, и ему хочется это делать, он в уме это проделал, и ему сразу легче стало. Потому что он уже тренированный. Ага, вот, отличный способ. То есть мы всегда можем... Это же и метод ключа, это метод тренировки. Отлично вообще, здорово. Вот прям можно на уроке использовать. Нет, смущай никого? Конечно, прямо на уроке. Прямо на уроке, потому что несколько раз делаешь дома, когда тебе никто не мешает. А на втором уровне вообще специально, чтобы мешали. Потому что антистрессовая подготовка, это как раз-таки производится при помехах, при шуме, при плохой ситуации, чтобы эти навыки были крепкие, чтобы их можно было использовать при помехах, при шуме, при ситуации. Потому что обычно, когда учат психологи или психотерапевты человека, расслабляться в приятной обстановке, он потом в реальной жизни не может это использовать. А антистрессовая подготовка по методу ключа именно моделирует реальную жизнь. Хорошо. Это на втором уровне. На первом уровне даже позволительно, если человек не может снять лишнее напряжение для расслабления, ему даже на первом этапе позволительно, даже если ему нравится музыка, даже делать приемы под музыку. На втором этапе он делает без музыки, на третьем этапе он делает шумами. Таким образом у него вырабатываются навыки. Хоть на экзамене, хоть в самолете, хоть где угодно, на соревнованиях, на олимпиадах, при личных отношениях, он вспоминает эти приемы, ему уже легче. Как замотивировать подростка самостоятельно это все делать? Личный пример. Личный пример родителей. Детей заставлять не надо. Если мама или папа делает, например, хлест, а мне это родители рассказывали, это не я придумал. Они говорят, я просто делаю хлест или какие-то, и говорю себе, ой, как хорошо, ой, как хорошо, ребенок варики свозят, потом он идет в соседнюю комнату и тоже делает так. То есть пример личных родителей более для ребенка, как и во всех делах. Потому что сколько бы родители не учили его не курить, например, а сами курят, то ребенок, ну, понятно, да? То есть пример заразительный. И здесь тоже пример родителей заразительный. А более старших детей? Как-то их, может быть, чем-то заинтересовать результатами, какими-то целями? Обращаясь к его мотивации, ребенок о чем-то мечтает. Он мечтает быть таким-то, он мечтает быть таким-то, владеть тем-то, освоить то-то. Ему надо сказать, вот ты хочешь, чтобы твоя мечта была исполнена. Вот тебе инструмент. А не навязывать ему инструмент, который он не знает, для чего нужен. А не привязать. Разве вы знаете, что сын ваш, например, учит иностранный язык и хочет говорить на нем легко и свободно? Вы скажите, вот чтобы вы быстрее выучили иностранный язык и мог свободно разговаривать, когда ты занимаешься, перед занятием по иностранному языку, две-три минутки поделай снятие нервно-мышленных зажимов. И ты будешь лучше учиться, и тебе легче будет учиться, и память будет лучше. А вот, Хасай Магомедович, как вот, если дети, например, неуверенные в себе, где-то там комплексуют, это же тоже можно использовать? И получается делать упражнения, думать об этих переживаниях, где что-то не получается, где-то стесняешься, где-то еще что-то, так? Конечно, конечно. Если, ну, личные отношения, вот, например, ребенок стесняется общаться с другими детьми. Ну, он же вот, если за ним понаблюдать, можно увидеть, что какие-то действия он делает инстинктивно. Или он зажимается, или он стоит, шалтай-болтай делает, сам думает о своем, но это же все дети делают. И вот то, что он делает, ему предложить делать осознанно, в виде упражнения. Вот сказать, Костя там, или Вася, или Маша, Машенька, вот ты как сейчас сидишь, ногой качаешь, ну-ка, еще две минуты покачай ногой, только специально, познательно. Она же не обращала внимания, что она ногой качает, она так стресс снимала. Или она сидела вот так качалась. А вы говорите, вот как из приема, как прием сделать? Из собственного движения детей. Если ей так приходится делать инстинктивно, значит, ее организм так подсказывает снять напряжение. Вы обращаете ее внимание на это действие и говорите, сделай как упражнение. И она потом сидит, так делает, как упражнение, уже осознанно. И поэтому у нее появляется навык. Потом она может сидеть на уроке, когда я хочу вот так качать, она уже понимает, что это такое, что это достатие напряжения. И может сделать это только в уме. И уже не качаться там. То есть я хочу сказать, как организм сам подсказывает, что надо делать для снятия напряжения лишнего. Это можно превращать в упражнение для детей. Вот смотрите, если заходит и смотрит это видео новый зритель подросток, он еще не знаком с вашим методом. Какое самое простое ему движение можно порекомендовать, чтобы он вошел в это состояние сброса и расслабленности? Самое какое-нибудь элементарное, вот вы про покачивание говорили, я очень часто сама люблю эту волну. Любое повторяемое движение снимает напряжение. Я еще раз хочу повторить, они очень полезны и ни в коем случае никогда не могут повредить, потому что надо подбирать те движения и действия, которые максимально просты для человека. Значит, они ему соответствуют. Как рубашка к телу. А если это ему соответствует, вреда принести не может. Если это ему соответствует, то есть синхронно, резонансно, соответственно его текущему состоянию, когда он это делает, он получает снижение напряжения и при этом получает удовольствие. Ему приятно это делать. Поэтому у нас критерии подбора индивидуальных приемов именно простота и комфортность. Это есть система безопасности. Почему это и есть? В школьном учебнике профессора Анатолия Петровича Матвеева Матвеева синхрогимнастика по методу саморегуляции ключ. Там пять классических упражнений. Там и хлест, и шалтай-болтай, и лыжник. И лыжник там есть. И упражнения легкий танец. Это сложно координированное движение. Ну, там есть. И там же написано. И подбирайте свои действия, которые вам подходят больше. Но самое главное, это надо обязательно подчеркнуть, чтобы это знали и дети, и родители, и педагоги, что сам процесс подбора действий развивает у человека творческие качества. Потому что он, научившись подбирать для себя то, что ему подходит, в жизни потом имеет способности больше, легче находить решения для любых сложных задач, которые его волнуют. Хоть в математике, хоть в живописи, хоть в пении, он будет лучше понимать, как быстрее снять из зажимы, как настроиться. Он будет владеть собой. То есть это вот обучает его качеством изобретательности, качеством творческого мышления, чтобы научился думать своей головой. Потому что в школе обычно учат на основе инстинкта подражания «делай, как я». Вот делай, как я. А здесь сказано «делай, как ты». Подбирай, как ты. Предлагается масса вариантов. Подбирай себе то, что тебе приятно. Это же модель жизни, потому что человек и в жизни подбирает то, что ему легче и то, что ему приятнее. Правда же? А это сконцентрированная модель жизни. Синхрогимнастика по методу ключ. Да. И так, получается, рождается уверенность в себе, такая опора на себя, когда я справлюсь в любой ситуации, когда я могу рассчитывать на себя. Это очень классные... Это такие цели. Конечно, определенность появляется. Вот у него, допустим, растерянность. Он растерялся от неожиданной ситуации. А теперь он знает, что надо сделать. Он знает, что надо либо напрячься, надо либо повторяемое движение сделать. И вышел из этой неопределенности, и голова заработала нормально. Да, но у нас же сейчас не занятие. Просто мы объясняем, что для любого ребенка 7-8 лет, и старше, конечно, и для родителей, и для педагогов. Потому что мы обычно обучали раньше родителей, педагогов и детей вместе. Вы представляете, на этом занятии какая психологическая человеческая атмосфера возникает. Потрясающая. Потому что они никогда раньше вместе так не были. И вдруг они снимают зажатости, нервномышечные зажимы. Вдруг становятся нормальными, раскованными, нормальными людьми. И вдруг начинают видеть детей по-новому. И педагоги с родителями начинают дружить. Я таким образом подружил в Махачкале, ну, рядом с Махачкалой, город Каспийск. Там начальник милиции города Каспийска Руслан Гетинов, полковник был. Он заметил, что дети раскрепощаются. И взрослые раскрепощаются. И пригласил меня там в Каспийске. У него в отделе милиции собирались дети и родители. И там же мы обучали саморегуляции. Вы не представляете, что это происходило. Они задружились с милиционерами. Родители задружились с соседями. И там был... Ну, у меня есть такой фильм даже, мы там сняли. Там мальчик, значит, интернатовский мальчик. Он, значит, делал эти упражнения. Потом он говорит... Я его спрашиваю, ну, что изменилось у тебя? Он говорит, легче стало. А я говорю, а что значит легче стало? Он говорит, ум появился. Потому что, когда человек в сильном напряжении, когда в стрессе... Вот ребенок сказал, ум появился. Поэтому я... Мы сделали азвуку саморегуляции для детей, родителей, педагогов, где и директор школы, и родители, и педагоги, все. Это еще очень давно было, 30 с лишним лет назад. Там не было синхрогимнастики. Там были вот эти левитационные упражнения и покачивание. Покачивание. Потому что вот говорят ребенку, возьми себя в руки. А он говорит, а как взять себя в руки? А я говорю, а вот так вот, возьми так. И вот так вот покачайся немножко и думай, о чем думается. Потом он сел и говорит, ой, спокойнее стало. Я говорю, теперь ты в уме можешь только так делать, когда у тебя какие-то трудные ситуации. У меня был случай, когда мы тоже с детдомом каким-то работали. И там мальчишка, у него вечно подбитый глаз, Дениска, по-моему. И он все время со всеми дерется. Ну, такой мальчишка. И плохо спит. Да. И я научил его вот так вот покачиваться. И потом через неделю он мне там прислал в конверте. Тогда еще по почте можно было посылать что-то. Какую-то картиночку подписал. Мне, ну, для настроения или для удовольствия дорогому там подписал. Ему так приятно было сделать. Приятное мне, да. Я ему позвонил тогда. Я говорю, ну, как теперь спишь? Он говорит, теперь сплю. А как ты спишь? А я, говорит, когда спать не могу, я, говорит, встану и вот так качаюсь. И думаю о своем, и качаюсь. Ну, и что я говорю? Он говорит, ну, как что? Вырубляешь. Отлично. Ой, спасибо, Хасан Магомедович. Очень информативно, очень качественно и развернуто. Я думаю, что многим ребятам и их родителям принесет радость это видео. Вы еще знаете, вот подростки, подростки, вот мальчишки, например, они хотят быть смелыми. Да. Так вот я хочу сказать, я же многими видами спорта занимался, и я занимался обучением, обучением тренеров и спортсменов, ну, больших команд, футбольных, хоккейных и так далее. Я вам скажу, эти приемы настолько полюбились и футболистам, и хоккеистам, и боксерам, и борцам. Просто они берут свою тренировку, допустим, по боксу. Перед своей тренировкой делают эти приемы. У нас же есть и бой с тенью, например, когда мальчика колотит воздух. А девочка, например, если очень раздражается, и она не знает, как быть, и она там не знает, как быть, она тоже может поколотить воздух. То есть моделировать, моделировать то, что бы тебе хотелось сделать в жизни, дать кому-то по шее, вместо этого сделать дома у себя по воздуху. А это снимает напряжение, это снимает раздражение, это снимает агрессию, это обучает тебя чувствовать себя увереннее. Потому что хуже нету, когда человек находится в стрессе, когда он не может контролировать себя и ситуацию. Когда он снимает стресс, у него появляется дружба с собственной головой. Он начинает понимать, чувствовать, что и как надо делать. И в большинстве случаев наши ребята, они не дерутся. Но когда надо стукнуть, он стукнет. Ну, например, на соревнованиях или еще. Но они лучшие спортсмены становятся. Супер. Может быть, хотите что-нибудь напоследок к самим подросткам обратиться, рассказать, что они не сказали? Я хочу их просто предложить, чтобы они просто представились, и что руки расходятся в разные стороны. При этом сделали так, чтобы напряжения лишнее в плечах не было. Как будто на воду положили. И задумались о своей мечте. Что бы они хотели, чтобы в жизни у них получилось быстрее. Ну, кто о чем мечтает. И в этот момент представить, прислушаться, куда руки двигаются. В стороны в разные. Или идут вверх, или идут друг к другу. И замечтаться. И в этот момент они могут пойти. И вот это ощущение. Потом, значит, сел, задумался. И такое наступает облегчение. И такая уверенность, что твоя мечта сбудется. И ты начинаешь чувствовать, что для этого надо делать. Это то, что я сейчас показал, называется ключевой стресс-тест. Который снимает напряжение и обучает человека управлять своим организмом. Ну, а занятия пускай посмотрят у нас в роликах. У нас же много там и бесплатных ликбезов на YouTube-канале проводятся. И вебинары проводятся. Потом у нас есть телеграмм, этот ключ Хасаевиева. Там дискуссии целые ведутся. Пожалуйста, пусть записываются. Я думаю, экзамены будут сданы прекрасно. И потом, знаете что? Я скажу напоследок. Дело в том, что если раньше человек не знал ключа, а теперь знает, у него жизнь меняется, потому что он теперь знает, что перед любой обстановкой, перед самолетом, полетом, перед соревнованиями, перед экзаменами ГЭТом или другими, если он делает раскрепощающие приемы, которые ему нравятся, и он лучше сдает экзамены, так это совершенно новый взгляд на жизнь. Конечно. Спасибо вам, Наталья, что вы задали мне такие важные вопросы. Спасибо вам. Всего вам доброго. Будем дальше ждать ваши видео прекрасные. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо.